Одонтогрифус Одонтогрифус, буквально зубастая загадка, является родом мягкотелых животных, известных из среднего Кембрия с формацией Лагерстад. Достигая целых 12,5 см в длину, Одонтогрифус является плоским овальным билотериальным организмом. По-видимому, он имел всего одну мускулистую ногу и сегментированную кольчугу на спине, которая была умеренно жесткой, но состояла из материала, который не подвергается окаменению. Первоначально Одонтогрифус был известен только по единственному образцу, но 189 новых находок, обнаруженных в годы, предшествующие 2006-му, позволили сделать подробное описание животного. 221 особь Одонтогрифуса известна из отложений Большого Филопода, где они составляют 0,42% от всего животного сообщества. Группа ученых заметила, что ротовой аппарат Одонтогрифуса почти идентичный тому, что имеет виваксия. И он является ранней версией радулы моллюсков, своего рода хитиновый язык, который несет несколько рядов грубых зубов. Следовательно, ученые классифицировали Одонтогрифуса и виваксию в таксон, который наиболее близок к предкам первых настоящих моллюсков. Однако один ученый предоставил иной анализ ископаемых образцов, утверждая, что виваксия скорее тесно связана не с моллюсками, а больше походит на многощетинкового червя. Он утверждал, что предполагаемой радулы не имелось у Одонтогрифуса, и он классифицировал его как базальную табличку представителя надтипа спиральных. Другими словами, близким к последнему общему предку моллюсков, кольчатых червей и брахиопод. Чарльз Дульд Уолкотт обнаружил экземпляра Одонтогрифуса во время одной из своих поездок в Бёрджерский Сланц между 1910 и 1917 годами. В 1970-х годах Саймон Конвей Моррис вновь исследовал образец и сделал предварительное заключение, что это был свободно плавающий представитель Лофофарад. В других словах, организм родственно связанный с предками моллюсков, кольчатых червей и брахиопод. В 2006 году Карен, Шальтема и другие опубликовали новый, принятый на сегодня анализ, основанный на 189 недавно собранных образцах, все из бёрджерских сланцев. Одонтогрифус, по-видимому, очень редкий вид животных, на который приходится менее 0,5% отдельных организмов от всего изобилия Кембрия. Большинство окаменелостей состоит из двух частей, разделенных блоками породы. Верхняя часть представляет собой твёрдую оболочку, располагавшуюся на верхней поверхности животного, а нижняя представляет собой брюшную мягкую часть тела организма. Одонтогрифус имел плоское симметричное тело с полукруглыми концами. Образцы, рассмотренные Карой, Шальтемом и другими в 2006 году, имеют одинаковое отношение длины к ширине, независимо от размера образцов. Контуры тела являются асимметричными у всех достаточно полных образцов, даже у тех, у которых внутренняя полость была сохранена асимметрично. Каран, Шальтема и другие расценили это как доказательство того, что животные имели на своих спинах своего рода оболочку, которая не была достаточно жесткой, чтобы сохраниться в виде окаменелости, как, например, ноготь. Относительно широкие морщины, параллельные друг другу и, как правило, располагавшиеся прямо напротив центральной части тела у некоторых особей. Каран, Шальтема и другие обнаружили круглую ротовую полость на нижней стороне тела с двумя, иногда и тремя рядами зубов. Ротовой аппарат Адентагрифуса был расположен посередине, на переднем конце тела, примерно на расстоянии 15% от общей длины тела. Рот состоял из двух-трех рядов, каждый из которых содержит около двух дюжин углеродистых зубов, расположенных симметрично относительно среднего зуба, с одним или двумя боковыми зубьями, существенно меньшего размера, чем центральные. Адентагрифусы, вероятно, черпали ил и грязь морского дна, питаясь любыми попавшимися частицами мертвого органического вещества. По обе стороны ротового аппарата имеется кольцевая структура, интерпретируема как слюны и железы. Были обнаружены следы других частей пищеварительного тракта, пищевод, соединенный задней частью рта, относительно короткий желудок и намного более длинная прямая кишка. Заканчивается пищеварительный тракт анусом в задней части нижней полости. Большие железы, по-видимому, перекрывают заднюю часть кишечника. Пара структур по обе стороны от кишечника и немного позади желудка, возможно, являлись гонадами или другими органами пищеварения. Мышечная ткань, по-видимому, сохранилась в головной части в очертаниях ноги. У окаменелостей наблюдается признак утолщенной центральной структуры. Ученые выдвинули гипотезу, что она располагалась на нижней части тела и, вероятно, представляла собой мышечную подошву, которая была размером чуть более половины ширины всего животного. Она была У-образной, с открытым концом позади рта и закругленным концом немного впереди, задней части животного. Заднепроходное отверстие, видимо, располагалось почти у основания закругленного конца. Все края так называемой ноги, за исключением переднего, были окружены темными пятнами, которые иногда отделены от остальной части тела тонким слоем осадка. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу делать видео по этой тематике.